На предстоящей Олимпиаде 2024 года в Париже легкоатлета с российским флагом вновь может не быть. Совет Всемирной Легкоатлетической Ассоциации продлил отстранение наших спортсменов. Под санкции попал и Барнаулиц Сергей Шубенков. Спортивную изоляцию продлевает уже в 15 раз. Это боль. Сейчас просто стараюсь все новости держать от себя подальше, иначе с ума сойду. Один сказал одно, второй ему ответил другое. Этот думает третье, пятое, десятое. Понимаю, что эскапизм не совсем лучший рецепт. Отвлекаюсь компьютерными играми. Дайте мне фигурки покрасить и 3D графика немного заняться. Думаю, поедем. Но как-нибудь через одно место. Атлеты, официальные лица и персонал из России и Беларуси все еще отстранены от соревнований на обозримом будущем из-за событий на Украине. На паузе и строительство некоторых спортивных объектов. Министерство спорта края остановило возведение регионального центра настольного тенниса в Барнауле. Почему это произошло, в ведомстве нам ответили вот так. Отсутствие финансовой экономической модели, позволяющей спрогнозировать финансовые экономические параметры проекта. Строительство спортивных объектов в Алтайском крае, в частности в Барнауле, будет продолжаться. Запрос от населения – это строительство универсальных спортивных залов. В этих залах различными видами спорта будут заниматься спортсмены и любители. И при желании – настольным теннисом. Алтайские теннисисты на эту ситуацию смотрят спокойно, но продолжают верить в лучшее. Мое мнение, что все будет рано или поздно хорошо, но будет у настольного тенниса свой зал. Может не в таком, когда хотели два, да, но может чисто теннисный. Надеюсь, что будет. Не начнут возводить и биатлонный комплекс стоимостью в 140 миллионов рублей. Краевые власти исходят из того, что сначала нужно довести до конца уже строящиеся спортивные объекты. Так, до конца 2023 года в Барнауле должны сдать два физкультурно-оздоровительных комплекса, а в Бийске – ледовую арену. Поэтому раньше 2024 года на Алтае к новым проектам не приступят. В режиме ожидания и ледовая арена Алтай на проспекте Сибирском. Тем временем хоккеисты Динамо Алтае в рамках полуфинала Кубка Федерации проиграли обе встречи саратовскому кристаллу на его льду. Счет в серии 2-2. Это значит, что в воскресенье в 17.00 мы встречаемся на Титов-арене на очередной игре. А после команды вновь отправится в Саратов. Возможно, это и будет решающий поединок за выход в финал Кубка. Дмитрий Дроздов. День с толком.